Новости Дагестан продолжают работу телеканала ННТ. В студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале о главных событиях к этому часу. В числе первых. Гуманитарный груз от благотворительного фонда Инсан накануне прибыл в Ростов. Трегруженные фуры сопровождали добровольцы и попечители благотворительного фонда Инсан. Чтим и помним. Военно-патриотический парад, посвященный Дню Защитника Отечества, прошел на Центральной площади Каспийска. Сохранить корни и традиции. В республике продолжается неделя родного языка. Отношение к родному языку, к своей культуре, к своей традиции. Это перелив. У нас должен принять будущее поколение и достойно нести до конца. Дагестан один из первых регионов страны, который откликнулся на поддержку жителей ДНР и ЛНР. Буквально за сутки дагестанцам удалось собрать все необходимое и отправить три груженных фуры с гуманитарной помощи в Ростовскую область. Именно там в настоящее время располагаются наибольшее число беженцев. И с места событий обо всем по порядку расскажет Хамзанур Магомедов. Гуманитарная помощь из Дагестана прибыла в Ростов-на-Дону. Три груженные фуры сопровождали добровольцы и попечители благотворительного фонда «Инсан». Общая дорога заняла около 15 часов. На месте дагестанскую делегацию встретила администрация города. Разгружать благотворительную помощь, а это более 50 тонн еды, воды и одежды, пришли волонтеры. Все это будет разделено между беженцами. Дагестан один из первых регионов страны, который протянул руку помощи. Сами переселенцы надеются, что после принятия России независимости двух областей, они в скором времени смогут вернуться на родину. Хамзанур Магомедов, Камиль Магаев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Ростов-на-Дону. Сегодня в России отмечается День защитника Отечества. В эту дату принято поздравлять всех мужчин, а также чтить память солдат, погибших в военных действиях. Торжественная церемония возложения цветов прошла в парке имени Ленинского комсомола. Мероприятие посетили учащиеся школы и студенты, представители правоохранительных органов и общественных организаций. Родные мои, я от души хочу поднять, как говорится, свой боевой дух, когда я вижу ваши молодые лица. Вы есть наследники наших старших отцов, дедов, которые на сегодняшний день дали нам все. От начала и до конца. И дай Всевышний, чтобы мы никогда не забывали свою историю. Спасибо, что есть вы такие продолжатели. Дай Всевышний, чтобы вы жили и помогали народу. Живите долго и чтобы не дай Всевышний, чтобы вы когда-либо, пока мы живы, старшее поколение, мы не дадим вам беспокоиться и не дадим, чтобы вы слышали грохот взрывов и выстрелов. Сегодня мы, юнормейцы, поздравляем всех защитников нашей Родины, мужчин, в первую очередь, с Днем Защитника Отечества. Желаем всем мирного неба над головой и чтобы все было хорошо. Я уже 6 лет юнормии. Мы активно посещаем спортивные мероприятия, патриотические акции и в случае чего мы сможем защитить свою Родину. А в Каспийске на Центральной площади ко Дню Защитника Отечества прошел военно-патриотический парад. Здесь собрались сотни горожан, учащихся школ, СУЗов и воспитанников патриотических отрядов. В мероприятии приняли участие и официальные лица. Поздравляю вас с государственным праздником Российской Федерации, День Защитника Отечества. Наша страна самая крупная страна в мире. С запада на восток свыше 10 тысяч километров, с севера на юг свыше 4 тысяч километров. И все границы, в которых находится наша Россия и Российская Федерация, находятся под защитой вооруженных сил Российской Федерации. Всех, кто проходит, кто проходил военную службу, в сапогах, как у нас говорят, да, в сапогах, сейчас уже в другой обуви, кто знает запах пота на учениях, на полигонах, поздравляю с этим праздником, поздравляю ветеранов, кто сегодня находится здесь, кто смотрит нас и по телевидению, всем средствам массовой информации. Большое спасибо, что уделяете нашим праздникам и нашему городу столько внимания. Поздравляю всех, желаю здоровья, всего самого хорошего, лучшего. И, конечно же, мы должны всегда помнить тот мозг, кто с мечом к нам придет, тот от этого меча и погибнет. Мы миролюбивые, но пять земли своей не отдадим. Всех с праздником, ветеранов, горожан, будущее нашей детишки. Всем здоровья и успехов. Спасибо большое. Администрация города организовала ряд увлекательных показов. Так, детская художественная школа «Каспийска» представила выставку рисунков учащихся. Каспийчане также могли присоединиться к мастер-классу по сборке и разбору автомата. Кроме того, все желающие дети и взрослые имели возможность ознакомиться с продукцией оборонного завода «Дагдизель», а также с моделями авиа- и судомоделирования от Центра детского технического творчества. Тут же на площади была организована военно-полевая кухня, где всех присутствующих угощали солдатской кашей. Подвиги советских солдат всегда и во все времена будут служить ярким примером безграничного мужества. Помогали им выстоять и победить песни военных лет. Они ярко отражали все события, происходящие на фронте. Конкурс военной песни среди школьников прошел во второй школе города Каспийска. Ученики с 5 по 9 класс устроили театрализованные представления и исполнили всем известные хиты военных лет «Катюшу», «Смуглянку», «Комбат» и другие песни. Три лучших номера по вокалу, стилистике и качеству получили памятные призы. Дети подарили нам праздник. Сколько мы услышали прекрасных, незабываемых песен военной поры, когда до слез, вот прям мурашки. И нужно сказать, что песни были не только Великой Отечественной войны, но и Гражданской войны. Дети подарили нам ощущение праздника и память, незабываемая память, конечно. Поэтому, пользуясь случаем, хочу поздравить всех наших мужчин, всех, кто стоял и стоит на страже нашей Родины. А у малышей, у детей, пусть сердца у них наполняются не только храбростью, но и любовью, заботой, близким, состраданием. Вот это самое главное для нас. Воспитание, обучение и помощь будущим защитникам Отечества. В Дзербенце открыт Центр военно-патриотического воспитания «Авангард». Новый центр будет работать на базе профессионально-педагогического колледжа имени Казяхмедова. Здесь будут проходить пятидневные учебно-методические сборы учащихся десятых классов. Вся работа будет осуществляться совместно с главами районов Южного Дагестана и с Минобразованием региона. Заняты будут проходить огневые подготовки, физические, оружие-массовые, медицинские, строевые подготовки. Есть у нас общежития для них, они будут у нас ночевать здесь. Все закуплено, оборудование, все необходимое, кровати, постели. Они будут ходить в форме. У нас трехразовое питание. У нас настрой нашего штата «Авангарда» – воспитать, обучать, помочь будущему защитнику Отечества. Пострадали пять человек и две машины. Авария в Карабудахкенском районе, к счастью, обошлась без погибших. Однако в результате столкновения на 825-м километре дороги Кавказ, автомобиле «Ситроен» и пассажирской «Газели» срочная медицинская помощь понадобилась водителю маршрутного такси и четырем его пассажирам, включая несовершеннолетнюю девочку. Дагестан – одна из колоритных и богатых культурным наследием республик. Здесь продолжается неделя родного языка. И главная цель акции – защитить языковое и культурное многообразие региона. На очередном мероприятии, приуроченном к Международному дню родного языка, побывала и моя коллега Малека Курбанова. В Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова к теме сохранения родных языков подходят ответственно. Здесь этим вопросом занимаются специалисты, которые знают про языки «Все» или «Почти все». В отделе краеведческой национальной литературы для сохранения и развития родных языков создан клуб национальных языков, члены которого сегодня посетили наше мероприятие со своими стихами, выступлениями на родных языках. В этом клубе имеется семь секций – аварский, кумыкский, лактский, даргинский, лизгинский. Также очень много отзывов и пожеланий в адрес этого клуба поступили со стороны азербайджанской диаспоры, со стороны чеченского народа, чтобы мы такой же клуб создали в Дагестане. Язык предков – дорогое наследие, которое тысячелетиями впитывало в себя мудрость народа и его традиции. Потерять язык – значит потерять свою культуру. В Красную книгу языков народа в России включено 18 дагестанских. Табасаранский признан одним из самых сложных в мире. Сохранить родную речь на мероприятии призывали народные поэты и писатели. Пока будет жив поэт, язык, конечно, будет жить, но сильнее поэта, сильнее слово поэта – это будущее поколение. Потому я думаю, что то, что мы передаем, всю святость отношения к родному языку, к своей культуре, к своим традициям, это у нас вот должен принять будущее поколение и достойно нести до конца. Пропаганда национальной книги – основная задача библиотеки. Она и хранитель книжного фонда, и центр взаимодействия представителей самых разных культур. Здесь насчитывается более 80 тысяч книг на языках народов Дагестана и более 100 печатных изданий. Разнообразие коллекции представили на выставке многоцветия родных языков. Дов-дов-ле-айби-у-ле-хамар-ле-месту-ку-ла, рун-ку-л-ла-ки-ла-алла-чего-рука-ил-бала-х. Есть такое стихотеление, называется бабушка язык. Наша бабушка в ауле подагински говорит, как родник язык бабули, всюду радостно звенит. Многие стихи дагестанских поэтов переведены на языки народов мира. Студенты и иностранцы декламировали произведения известных дагестанских авторов. И, как признаются сами ребята, Дагестан не перестает их удивлять многообразием своей культуры. Малика Курбанова, Салман Гитяхмаев, ННТ Махачкала. И о спорте. Махачкалинский стадион имени Елены Сымбаевой откроют 1 марта. Об этом сообщает Министерство по физической культуре и спорту республики. Горожане и гости столицы, как и прежде, смогут посещать спортивную арену ежедневно. Утром с 6 до 9 часов, а вечером с 20 до 22. В остальное время здесь тренируются учащиеся спортшколы. Напомним, что стадион, известный в народе как труд, был закрыт с конца прошлого года. Зимой на арене велись плановые ремонтные работы. В частности, было заменено покрытие беговых дорожек, а также благоустроена территория. В Каспийском дворце спорта имени Али Алиева стартовал чемпионат Дагестана по вольной борьбе. Сильнейших в 10 весовых категориях определяли порядка 250 спортсменов. Соревнования проходят без зрителей из-за коронавирусных ограничений. В первый день на ковер выходили вольники пяти олимпийских категорий. До 57, 65, 74, 86 и 97 килограмм. Турнир пропускают борцы сборной России, которые находятся на учебно-тренировочных сборах национальной команды. В их отсутствие шанс проявить себя получила амбициозная молодежь. Среди финалистов первого дня семеро представителей Хасавюрта и трое махачкалинцев. Спортсмены, занявшие с первое по пятое места, выйдут в состав сборной Дагестана для участия в окружных соревнованиях. Дагестанский вольник Магомед Курбаналиев назначен старшим тренером сборной России. Об этом сообщается на сайте Федерации борьбы страны. Курбаналиев вошел в тренерский штаб национальной команды, которую возглавляет Дзамбулат Сядеев. 29-летний вольник пока не объявлял о завершении карьеры. Воспитание Хасавюртовской спортшколы имени Умаханова, заслуженный мастер спорта. Он чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Последним успешным выступлением Магомеда Курбаналиева был чемпионат мира среди военнослужащих, прошедший в ноябре прошлого года в Иране. Там борец завоевал золотую награду в весе до 74 килограмм. Смотрите наши выпуски также на нашей официальной странице в Инстаграм и на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!